А что ты сейчас делаешь? Факферувание сейчас зафиксуйте. А для чего вы их фиксируете? А вы знаете, что вам это запрещено делать? Еще я люблю. Что-что? На вещью. На фиксуал. Бежим дурочкам, да. Ну не будь дураком. А что ты только что сделаешь? А ты можешь ему сказать, нахер он фотографировал машины? Это что? Я хочу, чтобы у нас полиция была с честью и достойной. А что ты только что сделал? Ты фотографировал машину? Для чего? Ты будешь человеку угрожать что-ли потом? Я ничего не буду. Ты не фотографировал? Нет. Ты что, *** или что? Ну вон, они бутылки, бутылки. Мы бдили, никто туда не писал. Это адвокат приехал? Да. Все. Нифига себе, у тебя даже... Ты недавно в полиции имеешь адвоката? Обалдеть. Вот так. У нас есть Куденко с третьей роты, третий батальон. Знаешь такого? Так вот, ему надо было долго поработать, чтобы адвоката поиметь. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Где ваш клиент? Понимаете? Я работаю. Очень хорошо. Коршун Александр Николаевич, посвященный адвокатом на социальная ассоциация. А кем вы даны? Какая у вас КДК? Полтора. О, коллега мой. У меня зовут Болтин Николь Сергей, еще тоже адвокат. Хорошо. Вы можете нам дать? Так, с адвокатом там... А, ну, у него, смотрите, у него просто деньги в карманах. Мы его не можем... Ну, вы будете осмотреть моего... Мы не можем... Нет, а может вы сейчас передадите, поймите. Визуально вы нас будете видеть. Мы не можем поймите. Ну, мы ничего не знаем. Знаете, как полицейские говорят. Мы вам даем пять минут, чтобы вы проконсультировались. Он с адвокатом должен переговорить о том. Мы не можем его выпускать с под камерой. Понимай, ты же с камеры не выпускаешь. Ну, стойте на ушко ему просто что-то шепчите и все. Шепчите ему. Хорошо, он мне пошепчить можно? Хорошо, только пускай ничего не достаешь. Вот так стойте тоже. Руки, чтоб были сзади у тебя. Друзья, это нонсенс какой-то. Это патрульный полицейский вызвал адвоката к себе на службу. Чтобы он его защищал. Потому что он не брал деньги, оказывается. А, с hub documentary компании были в синякции. Он interrupts. Кто есть? Да нет! Они готовы! Понyim, ты же ты следующий день у Plateau. Что вы решите банки? Для осталько имя 이거를 чуваки делаем. Можете пояснить? А что, мы туда же что, пояснять? Ну, он обращается. Главное, мы сказали, что поясняют. Ну, ничего не должно появиться. Ждем СОК, общались с ДБР. Задержали человека, да? А кто задержался? Небойдущие громадяны. Где они? Ждем сейчас СОК. ДБРовцы им звонили, для того, чтобы слечооперативная группа могла провести. Смотрите, вы как адвокат, вы понимаете, что вы спрашиваете, кто его задержал? Его вприори не могли задерживать, потому что он несет службу на стационарном посту полиции. Человек говорит, меня задержат, кто его задержал. Пусть предоставят такие фейсики, и я не знаю, что его задерживают. То есть он забрать, да? Вы хотите ему сказать, что он сейчас возьмет и уйдет? Нет, здесь у вас. Давай, это будет нонсер. Давай, ты такие командиры? Не командир батальона здесь? Да. Конечно, СОК вызвали, ДБР вызвали. Сейчас уже написали с картусом. Я предлагаю ему показать карманы, если ничего не он не показывал. Знаете, мы более шокированы, что у такого молодого сотрудника уже есть свой личный адвокат. У нашего адвоката есть купюра, где есть серийный номер. И эта купюра сейчас находится у него в кармане, думаю. Он просто забрал с документов у водителя. ПОЛИТРА, СОК, ОТСРА, СОК. ПОЛИТРА, СОК. ПОЛИТРА, СОК. ПОЛИТРА, СОК. У нас две камеры в одной машине, и мы ещё с третьей камеры мы дополнительно фиксировали. ПОЛИТРА, СОК. В КАЗАПИСМЕНТОЕ СВОЕСТЬ. Поэтому, скажем, что 200 гривен, там его будет. По этому скажем, что 200 гривен, там его будет. Да, мы покажем, какая с фотографиями. СОК. Не, 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 не. Не надо здесь. Мы эту всю тему мы знаем, поэтому не надо. мы вызвали тоже своего адвоката однажды вы сейчас сообщила именно сок приедет потому что у нас взяли пояснение строительства в основании с лицом приезжала шеф ну скорее всего да ну что масло перерыва как при этом приехал что мы дальше делаем покажешь карманы не адвокат ему сейчас скажет ничего не показывает имеешь полное право почему ты подсказываешь тупо сам разберется буду что мы делаем товарищ адвокат подумайте подумайте только близко сильно не думаете вы так думаете на расстоянии на дороге есть свой адвокат личный вот если какая то чп там произойдет нет 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 вы же давно в полиции да а чего у вас нету до сих пор адвоката а вот человек видите буквально тут недавно в полиции уже свой личный адвокат он ему уже конфликт он не не запрещено что это ничем я в плане того что адвокату надо деньги платить я за это говорю ничего поднимку в том что это не сходило откуда откуда у человека бабки на адвоката откуда у тебя деньги на адвоката может это твой брат приехал который работает адвокатом у меня вопрос откуда у вашего подчиненного бабки на адвоката я знаю что в декларации отобрали да в декларации отобрали надо будет проверить декларацию а вы бесплатно приехали скажите пожалуйста конечно бесплатно отлично да вы не ждали у нас прошло а теперь я вам объясняю когда сотрудник задержал человек он наполняет с его слов но я сказал что все найдете кто задержал напишите жалобу под этим а поскольку он обязан ответить а вы можете а если вы задержали мы задерживали данного обязана полиция мы не ходят в приятных пистолетах кто не пишет задержание но человек говорит может все что вы давали для людей деньги в кармане и предоставил вы говорите серия номер купюры у нас при этом я воде и водитель перекинул когда да вы не уходите никуда да мы вас задерживали конечно да мы вас задерживали в обзорах вопрос задал его скажу серия но водитель и человек в кармане свои личные средства что же будет говорить что такие деньги все они вопросы давайте перетим как приедет сок серия номер купюры это право на начало данные это все раздается давайте так вообще без комментариев каких-либо вы как адвокат сейчас не уйдите потому что я все прекрасно понимаю что вы хотите сделать прийти сок протокол досмотр личных вещей посмотрели и мы дадим все покажем если вы думаете что мы за провокацией занимаемся или мы тут ничего нет а то но есть попытка что он пытается сослать друзья что в общем пытаются спеши мы как будто и 200 гривен в кармане вы будете это наша серия супер мы извиняемся несем ответственность мы же не из своей улицы ребята пришли как бы ты же понимаешь а теперь вопрос почему к этому инспектору пристали а теперь задать ему вопрос он останавливал автомобиль задать ему вопрос останавливал автомобиль это первое второе есть на роль тема вопроса не но вы же нам задавите вопросы провокационные а мы вам задать это не провокационные ну а дальнейшее тому дальнейшее чем машины сады было полно тут пацаны готовы туда кто его задерживал в рамках какой статьи может вы еще скажите какой мы задержали так не вы пытаетесь потому что вам отпор тут дают поверьте конечно вы пытаетесь защитить коррупционера коррупционер установлен это ну мы так хотим считать коза понимаете это самый задроченный пост сам закруче самый задроченный пост антон у тебя есть тамيدра тихо 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 не надо верить ограб común точки прямонии производительнее ней нет не надо двери закрывали хлоп ecosystems кордак Acad Brandon с консультацией амбат отреагирует на что это за движение уже следователь едет тем более это то что человек передвигается а кто его блокирует что он не ходит туда нужно бы провокцировать сюда приехали адвокат процент мы не но выявили коррупционера еще раз объясняю вот он перед нами стоит который взял 200 гривен пусть вернет 200 пусть покажет карманы что у него ничего нету все мы извиняемся но не надо то есть подсказывать ему шо как дела тут за полет так какая разница кто вызывал но так возьмите и перезвонить вы не торопитесь но не надо меня толкать не надо провоцировать ладно а то я щас на ты перейду просто а что же сделать вообще никак не толкал но ты меня только что толкнул я тебя просто так скажу но я уже перехожу на ты меня никто не послушай меня никто не обязывает понимаешь меня никто не обязывает с тобой на вырос ну так и все ты приехал приехал сюда провоцировать и все конечно он сейчас провокации все подводит адвокатишка да адвокатишка засуетился ну смотри пока ты ему ничего не проконсультировал он нормально стоял ты взял вот спасибо вот кто задерживает кто задерживает комодор можешь ему сказать что он стал просто на одном месте и стоял в Covid он уже не армия да пожалуйста мониторинг не можете его угомонить да сейчас он станет по этому командир сказал он не адекват не только что он делает что он должен стоять на месте скажите командир там милит инспектор мониторинга будьте так любежно скажите адвокату чтоб он не подсказывал данному человеку провокации адвокат будет подсказывать все что считает провокации я сказал да провокации да нет вообще смысла я не если морально давай давай давайте там все стали вместе с нами мы единственно хотим фиксировать все чтоб он был в камере все 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 без вопроса будут выставить видеокамеру пожалуй меня пишет тоже камера это отлично так хорошо и у него пишет камера не я вам просто объясняю просто адвокат пока ему не дал консультацию он стоял нормально когда только он ему сказал делать то 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 сразу мы начали вот этот кипиш зачем этот кипиш все поставили стоило пусть стоили дружище лучше стой я прошелся туда сюда уже застоялся без ватроса просто давайте мы договорились давайте стоим не так ты подожди ты сказала что ты ему он только что сказал что мы его задержим и ты сразу включать телефон а вы задерживаете да ну послушаем да послушаем не рассказывай не смеши начинаешь рассказывать здесь понимаешь друзья вот вы видели провокация получилась из-за того что его адвокат полицейского молодого бойца который еще даже и года не прослужил у него уже есть адвокат свой и адвокат ему посоветовал делать то 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 и вы видели да как все события развивались поэтому мне вот этот адвокат кого то напоминает не буду говорить кого не надо лишнюю рекламу делать другому негодяю вот а вот договор уже появился елки палки предоставление правовой помощи может быть и на основании устного договора да что вы говорите а когда патрульные полицейские спрашивают ну и патрульными а я задаю вопрос не правы если нет возможности заключить договор в определенной обстановке можно на основании устного договора а теперь подскажите если вы защитник патрульного полицейского почему тогда патрульные полицейские выносят патрульные полицейские а я как сказать патрульного полицейского одного он относится к патрульной полиции вот и все ну это не означает так как вы защищаете скажите пожалуйста я защищаю их почему тогда патрульный полицейский не дает возможность предоставить адвоката он говорит у вас есть 3 минуты чтобы вы воспользовались звонком это правильно все у меня пытания патрульные полицейские вы услышали адвокат сказал что неправильно вы должны перенести дело на то чтобы водитель нашел адвоката но это первое в нашем таком деле что на место приезжает адвокат в воду предприятия это вообще это нонсенс это значит это уже просто это выходит за рамки правого кулина не менее мы просто просто мы удивляемся что да что патрульные полицейские которые уже пять лет прослужили и у них нет адвокатов но динамика в другую сторону пошла а тут там молодой еще не не обкатанный уже есть свой личный адвокат и якобы которые работают на бесплатной основе прикольно а это бесплатная вы приехали по бесплатным а так он вам платит за это деньги правильно правильно вы просто вначале сказали что вы бесплатно вы обманщик получается я узко пойдет да вы на камеру мне сказали что вы бесплатно приехали этом начале ставлю дM так добрый день добрый день а можно ваша судьба посвящена блога убедимся выйти или нет и потому что вы приехали одни обманщики обманули решение приезжал жены полиция так корректикова юрий макуловод встречи с ввп вот такое должно быть написано будет смотрите а можно ваша служба посвящена написано не принимать в киеве не надо нас просто обдурить ходили киев игорь игорь игоревич попова упомянуважен пану бутылку на искать прошу такой секретарь на улице а всего вообще приезжал до заявления поединок на протоколе ситуация в следующем сотрудник полиции водителя якобы за правонарушения хотя доказательства правонарушения нет во время диалога он обратил внимание что на автомобиле отсутствует передний номер водитель выжить на даром полицейский до водитель говорит там есть зал детного номер упал он лежит багажнике вышел с машины показал что номер есть сотрудник полиции рамка поломала рамка не было возможности вы знаете когда нет возможности не в этом не в этом но сотрудник полиции дальнейшем потребовал документы водитель и выполнил требования но в документах были деньги сотрудник полиции в свою очередь не вымогал водитель не предлагал полицейский просто взял эти деньги и не забрал верну документы без них у нас кража да получается я да с дбровцами общался говорят так это не умный бумаганец уже кража потому что он видит деньги а можно рабеж открыт у нас есть зафиксирована данная купюра блоге и чек социальной а вот такси водитель за 6 серия по фотографированию но мы будем понимать многим что у нас есть зафиксированная купюра данная кунюра находится но не знаю что нужно зафиксировать и положить в права этом же знаете он находился в машину документам А что запрещает деньги? Подождите, у меня вопрос не совсем правильный. Мне кажется, давайте посмотрим, что у него в карманах и дальше потом будем выяснять. Я сейчас принесу свои документы, у меня там тоже не правильные. Это адвокат. Ситуацию мы вам рассказываем. Да, что я деньги люблю фотографировать, когда даю долг своим друзьям. Я ему долг. Что вы мне не перебиваете, что вообще власть? Вы тоже, кстати, не перебиваете. Ну, я адвокат, я говорю так, как есть. Все. Не хочу, я начинал узнать себя. Садил, вот заявитель. Просто не хочется, что пока мы будем узнавать, что он сейчас и какой-то деньг. Ваши... А вот как вы чего вообще? Вот этого данного человека? Водителя? Конечно, представитель, да. Вы начали хорошо, но продолжать и не очень. Получилось так, что да. У меня тоже деньги в документах. Там, где права, могу вам показать. Это же нормально. Ничем не запрещено это. Не, я не слышал, что запрещено. Я сказал, что я хочу на все обстоятельства делать. Для себя. Я выехал на место событий. Мы можем сейчас показать вам серийный номер этой куперы. Которая находится в данном вашем роднике. Наоборот. Послушай. Я адвокат человека, который якобы... Так, я смысл понял, что я сейчас... В данном случае заявитель на стол. У нас есть потерпевшая сторона, да? То есть... Который украли суслов 200 гривен. Совершенно верно. Наверное, дальнейшее общение происходить будет с вами. Сейчас. Просто на суде я занял я. Сейчас. Вы, как заявитель, будете опрошен. У нас есть потерпевший. Я заявитель. Это два разных статуса. Как вас зовут? Дима. Дмитрий. Вы среди сотрудника, который находится на посту. Сейчас можете указать данного сотрудника? Да, вот. Вот сотрудник. Вы ему передавали ваше водительское, да? Да. Документы помощи, да? Здравствуйте. 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 Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Дмитрий Николаевич. Дмитрий Николаевич. Дмитрий Николаевич. Ну, вы слышали, наверное, наше общение? Отвечаю. Это не родственник или это? Да, да. Ну, потому что... Да, да. По-любому. Дмитрий. Я уже так понимаю, вы... Уже проконсультировали? Конечно. Ну, вы же имеете право на консультацию? Нет. Дмитрий Николаевич. Масло, Дмитрий Николаевич, полицейский компет, подпись по улице. Дмитрий Николаевич. Ну, только что вы наше спілкувание, да? Что вы можете пояснить? Як что желаете пояснить? За данных обставин. Ничего вы не желаете поясняти? Да? Да. Доброе. Ничего. Не подтверждите, не заперечите. Я просто обновляю, если бы вы были припаясны. Дамы. Ну, вы деньги, надо. Ну, вы деньги, надо. Ну, вы деньги. Ничего. Ну, я знаю, потом, что... Ну, тогда это показывает. Да, не знаю. Я знаю. Он сказал. Загалим будет поясненно. Постоянно. Постоянство. Он сказал, что... Он сказал, что они представить. Стоя за 3-й он подберет, он под 3-й камеры это сказал, под 4 даже. Не услышал, говорили я слышу. Вы плохо. Он хорошо. Вы можете не кричать? да не то просто эмоции а вы не бездействие в сфере конкретно у меня а потом поясни готовы показать карманы не готовы а почему чтобы вы его допросили и досмотрели как у нас не получится никакой 237 процитируйте я следую привезли на место подии проводи огляд в ходе якого можно заборонити будь-яким особам быть присутними вот вы меня сейчас заважаете проводите огляд я сейчас скажу что вы оттуда пришли на 250 метров так если вы будете еще раз так работали сгодны адвокат да мы молчим занимаюсь все спасибо спасибо и проводите видеозъемку тоже можно заборонить ну поскольку у нас тут не нужно приховывать полиция у нас если бы вы заборонили то у нас бы было сложилось впечатление что вы его покрыли бы если бы покрыли бы не покрыли так ну что там Аваков и так уже в курсе всех событий ну я же Авакова собственно не знаю не ну если бы вы попытались бы сделать или припугнуть там как это бывает у вас так как вы можете сделать так как вы будете писать заяву так как вы уже все понаписывали написали я не знаю как вы написали увагу на что не зверну потому я от вас пояснение отримую после чего правильный гляд миссия подъяв далее материалы я вас информую что оскольки у нас тут ну потенциально есть даст карга на криминальные правопорушения заявок до конца полиции то уже черговой частиною Красноарадской полиции уже была проинформована черговая часть на высшую ревенную управление полиции в Харьковской области были поискновены зональный инспектор управления обеспечения и управление ДК Рослуживания в городе Павлове так же было проинформировано данного проекта все материалы которые будут собраны будут за предусмотренностью направлены до ДК Рослуживания Управление территориально обслуживлено в месте Попа. То есть я вам так говорю... Мы можем сначала огляд лицеподи, допустим, провести, потому что... Девица, я вам поясню... Просто деньги пытаются сбросить. Девица, я вам поясню, если вы адвокат, то вы знаете, что у нас на сегодняшний день в Криминарии представлено в кодеке только два выпадки обшуку особи. Это называется обшук. Уже нема у нас особистого просмотра Илья Танчева. Мы проводим обшук або подчас взагалі обшуку санкционованного судом, або, если мы получаем особу в порядке статьи 208. Особенно я, будь в яких... Девица, в моем процессе решение на месте я 208 статью сейчас застосовывать к нему не буду. Оскільки я на данный момент считаю, что недостаточно видимости и подтверждение на то, что он еще не злочин. То есть мы сейчас пишем заявку, короче, и все. Все. И о чем можно было и разговаривать. Все, дружище, можешь ехать. Можешь ехать. Тебя никто не будет. А теперь я вам просто объясняю. Я не вижу смысла. Я не вижу смысла писать. Я не вижу смысла писать, потому что вы бездействуете. Еще раз говорю, он украл бабки. Ты понимаешь об этом или нет? Можете написать так само заяву? Можем пройти. Так а что? Дивися, вы будете писать? Да не, подожди. Сейчас подожди, у нас время есть какое-то? Есть время. У нас время есть, а у меня ее нема. Есть у вас тоже время. Сказано то, что у человека мои деньги находятся. Я вас зрозумею. У меня есть установленный законный порядок. Ну так проведите осмотр, посмотрите у него личные вещи. Пускай достать. Я проведу огляд места подеи. Ну проведите. Это на отделенке местности, где находится стационарная постполиция. А его личные? Если у вас особо сам ничего особо не выдаёт, то я не маю права сейчас два законных представлений его обшуковать. Красавцы. Все. Можете быть свободны. Я что вы вважаете, что это противозаконные действия? Все. На вас будут написаны соответствующие материалы. Все. Можете тогда не идти никуда. Можете ехать дальше в райотдел. Вы заявленники или вы заявленники? Да уже две. Уже все. Уже две написали. Дивися, дайте еще две написали заявление. Вы готовы? Нет, он сейчас не будет. Пока мяс нет. Пока мяс нет. Пока мяс нет. Мы сейчас не пишем, он его даже не осмотрит. Я считаю, Димон, надо писать. Надо писать. Красава, красава, молодец. Надо писать. Мы же закупили, но потом на обратку я включу. Нет, надо писать. Пишем. Не вырешем. Пишем. Пишем и надо его все равно держать. Димон, держи, а то у меня камера садится. Друзья, смотрите, ситуация следующая. Я как адвокат, который уже 11 лет в юридической сфере работает и в уголовной сфере в том числе. Я приехал сегодня следователь и он явно не хочет ничего делать. Видно, что, наверное, позвонили. Но это лично мое мнение. Потому что он говорит о том, что нет, друзья, я даже ему не буду предлагать показать свои карманы. То есть я ему говорю, вы хотя бы предложите человеку показать карманы. Ответит, нет, это его позиция. Это его право, 63-е, не это, не делает ни то, не говорит. Но он даже этого не сделал. На что он мне ответил, что хорошо, я это сделаю. Но результат вы понимаете, какой будет. То есть он уже гипотетически, они уже знают, они проработали механизм, какой будет. И говорит сейчас, нет, подожди, сначала давайте заяву вы напишите письменно, а потом мы его попросим показать, что у него есть карман. Вот такая вот история. То есть то, что мы 200 раз набрали на 102, все сообщили в ДБР, везде. Вот ему теперь надо сначала заяву написать, а потом он будет говорить по поводу того, покажи карманы. Ну понятно, сейчас он откажется показывать карманы и все. На этом будет точно. И там мы показали деньги, деньги зафиксированы, они есть, все есть. Можно человека задерживать, ей представы, вожатые чиновничные взлочные, сотримуют его, проводят и предповедение Дии. Этого не делается. И у него, он не в бычая представа. Ну, не видит то, что 208-я, то, что есть преступник. Все люди об этом говорят, фиксация есть, он говорит, ничего нет, все нормально. В общем, ребятки, вот такая вот петрушечка. Поэтому, ну что, давайте бабки тогда, а что делать? Чтобы вы уезжали без постановления, не платите адвокатам, а платите бабки мусорам. Платите бабки мусорам. Красноградский пост, самый корруппированный пост, который обелечивает людей и его покрывает райотдел. Дмитрий Николаевич, вот активисты просят сказать. Вы готовы дать какие-то пояснения еще? Скажите, готовы предоставить для осмотра? Ну будь мужиком! Активисты? Нет. У тебя что-то чужое есть, тебе что-то показать? Да-да покажи! Своё это? Своё вещи? Зачем свои показать? Да-да. Хотите свои показать, не хотите, не отвечайте. Дайте четкие ответы и все. Чтобы услышать. Я его слышал, хотят, чтобы услышать, не пойду же громаден. Да, да. Казацкого рода. Могу показать вам телефон. Вот эта купюра номиналом 200 гривен, но у вас есть как? А какая у вас есть? У вас свои денежные средства, по себе. Можете их предоставить? Зачем вам? Это я спрашиваю. Можете их предоставить? То есть вы не будете ничего показывать? Что у вас формально? Если вы смотрите... Подожди. Если вы не покажете, это очередное докажет то, что вы... Дмитрий Николаевич, вы мне как-то скажите. Нет. Можете сказать, понятно и громко? Да? Нет. Ответ? Нет. Роб же можно? Нет. Нет. Что на этом первой слове? В общем, друзьяки. Все. На этом все заканчивается. Следователь... Ну, спросил, по крайней мере. И полицейский, слушая своего адвоката, сделал правильное решение. Он не будет показывать свое содержимое карманов, потому что он ничего не брал, ничего не воровал и вообще ничего не сделал такого, чтобы к нему были какие-то претензии. Поэтому, друзья, если вы зафиксировали или вымогали у вас бабки, не надо вызывать никого. Пишите лучше нам вот сюда вот так. Вот, вот сюда. Вот так вот. в личку, на почту, и мы будем уже непосредственно через соответствующие другие органы в рамках чинового законодательства делать. Следователь, в принципе, сделал все, что мог сделать. Ну, а так, в принципе, все. Дальше сотрудник будет работать. Ну, дальше я надеюсь, что мы эту ситуацию не спустим и будем периодически, я буду вас держать в курсе, что с данным сотрудником. Если он остался работать, значит, все хорошо. Если он не остался работать, то, значит, у него все-таки были какие-то бока. Поэтому, друзья, буду заканчивать. Итак, уже очень много времени мы тут висим. Вы знаете, что делать. Ставим лайки, подписываемся на наши каналы. Димон Полтава и адвокат Болтик. Все. Пока.